Доброго времени суток дорогие друзья с вами канал Ланг и Владимир Куликов сегодня хочу рассказать вот о таком рюкзаке фирмы Nordway модель DX55L не о самом рюкзаке а о том сюрпризе который меня ждал когда он оказался у меня в руках этот рюкзак и о том как я последствия этого сюрприза ликвидировал значит но рюкзак не достался секонд-хенд но очень хорошем состоянии рюкзак очень хороший я вот так посмотрел его я не буду описывать рюкзак еще раз говорю я опишу лишь вот этот вот сюрприз значит обзоры на этот рюкзак наверняка можно найти в интернете кого интересует мне честно говоря рюкзак очень понравился вот но я его положил и он лежал у меня как говорится какое-то время потом решил его рассмотреть подробнее вот и чувствую что то там вот внутри в нем есть а где вот что то там мешает что то лишнее там есть и когда я открыл одно из отделений этого рюкзака вот отсюда высыпалась вот такое вот крошево вот такая вот была нашита стропа и внутри и в этой стропе была вот такая вот лата я понял что в этом отделении находится элемент жесткости спинки этого рюкзака некий его так сказать каркас рюкзака но так вот получилось что фирма который изготавливает эти рюкзаки сделала этот элемент из очень некачественной пластмассы пластмасса я вам скажу по качеству значит в свое время когда я работал в серии в начале восьмидесятых годов в нами у нас из такой пластмассы вакуумной формовкой делали интерьеры экспериментальных автомобилей называлась она abs вот но здесь вот эта пластмасска она буквально толщиной я не знаю ну даже двух миллиметров наверное нет полторашка вот видите она прямо все крошится в руках как я не знаю что вот то ли от старости уже от времени она такой стала непонятно как можно было из такого материала делать каркасную спинку для такого рюкзака ну я померил это отделение какой величины должна быть эта спинка подумал подумала чего ее сделать там были разные варианты там и гетинакс и стилотекстолит вот но под руку мне подвернулся вот такой вот материал который называется винипласт это у нас закупили ящики такие на работе и из этих ящиков делали ящики двухэтажные и вырезали из них донышки и вот донышко одного из таких ящиков стала спинкой стала такой пластиной для этого рюкзака размеры ее 620 на 280 миллиметров это очень хороший материал он гнется великолепно гнется он не ломается ничего с ним не происходит он упругий гибкий вот режется великолепно режется обычным канцелярским ножом вот но поскольку целой пластинки 620 миллиметров у меня не было мне пришлось ее состыковать то есть надставить ну вот ну видите я сначала пытался много отверстий насверлил пытался ее сшить как когда-то в молодости мы сшивали из больше чем 20 кусков я вовские мотоциклетные стекла разбившиеся при падении сшивали их рыболовной леской но здесь этот вариант не прокатил вот и мне пришлось просто сделать такие с двух сторон пластины и на алюминиевой заклепки заклепать эти две части в одно целое единственное значит я выполнил стык в виде не по прямой линии состыковал а в виде шеврона но я не буду грузить вас тонкостями сопромата просто в этой при такой вот конструкции не прямой стыка скажем зигзагообразный немножко по-другому более рационально работает материал и элемент крепления вот ну эти углы были срезаны для того чтобы молния закрывалась молния я мог вставить его нормально в карман вот такой вот я сделал элемент ну естественно понимаете что края здесь я как их не заглаживал все равно они довольно такие грубые острые вот и сейчас я вам буквально через небольшой перерыв продемонстрирую как я эту проблему обошел тоже чтобы сделать края и вот эту вот вещь чтобы она мне не протирала материал рюкзака элементы крепления шва и заклепки с обеих сторон я заклеил лентой и по периметру также нанес аналогичную ленту эта лента тефлон она очень скользкая и очень гладкая и никакого влияния на контактирующий с ней материал она оказывает не будет то есть материал не будет истираться местах контакта вот с этой вот с этим усилителем теперь покажу вам как он туда вставляется вот здесь есть специальное отделение все я его вставил натянул карман молнии и молнию закрыл заками жесткую каркасную спинку который гораздо лучше и прочнее более упругая чем спинка которую которую который оснастил этот рюкзак изготовить хотя повторю рюкзак сделан очень качественно и по своему функционалу он мне очень понравился когда я рассмотрел подробно по своему функционалу мне очень понравился вот надеюсь что кому-то обладателем таких рюкзаков такой вот предложенный мной метод ремонта этого дефекта скажем заводского будет полезен на этом я с вами прощаюсь с вами был колон канал вланг и владимир куликов всего хорошего спасибо за внимание до новых встреч